Из событий в других княжествах летопись упоминает об усобице в Смоленске. По смерти Мстислава Давыдовича в 1230 году стол этот по родовым счетам должен был перейти в третье поколение Ростиславичей, именно достаться внуку Романову Святославу Мстиславичу. Но смольняне почему-то не хотели иметь его своим князем. Тогда Святослав в 1232 году с помощью палачан взял Смоленск на щит, перебил его жителей, себе враждебных, и сел на столе. Подвиги Мстислава Торопецкого не принесли никакой существенной пользы для Южной Руси. Но по смерти Мстислава судьба дала ей другого князя, которого характер вполне был способен доставить ей прочную и великую будущность, если только будущность Южной Руси могла зависеть от личности одного князя. Этот князь был молодой Даниил, сын Романа Великого. С блестящим мужеством, словолюбием, наследственным в племени Изиславовым, Даниил соединял способность к обширным государственным замыслам и государственной распорядительности. С твердостью, умением неуклонно стремиться к рас предположенной цели, он соединял мягкость в поведении, разборчивость в средствах, в чем походил на прадеда своего Изислава и резко отличался от отца своего, Романа. Начиная рассказ о подвигах Даниловых, летописец имел полное право сказать. Начнем рассказывать о бесчисленных ратях, великих трудах, частых войнах, многих крамолах, частых восстаниях, многих мятежах. Имел полное право сказать, что сыновьям Романовым из млада не было покоя. По смерти Мстислава они остались окруженные со всех сторон врагами. В Галиче королевич Венгерский и неприязненные бояре. В Пинске князь Ростислав, злобившийся на Даниила за отнятие черторыска и плен сыновей. В Киеве Владимир Рюрикович, наследовавший вражду отца своего к Роману Великому и сыновьям последнего. Князья Черниговские не хотели также забыть притязание племени своего на Галич и злой обиды, полученной там. Тщетно митрополит Кирилл, которого мы уже в третий раз застаем в святом деле миротворца и которого летописец величает при блаженном и святым, старался отвратить усобицу. Ростислав Пинский не переставал клеветать на Даниила и подвигать других князей. И вот Владимир Киевский собрал войско. «Отец Даниилов постриг отца моего», — говорил он. «И была у него в сердце боязнь великая», — прибавляет летописец. Значит, Владимир боялся, что молодой Даниил пойдет по следам отца своего и плохо придется от него соседям. Владимир посадил и половецкого хана Катяна на коня, всех половцев, и вместе с Михаилом Черниговским осадил каменец. Врате осаждающих были куряны, жители Курска, пеняне, новгородцы северские, туровцы. Даниил видел, что нельзя ему противиться такой рате, тем более, что в Галиче королевич и главный советник его боярин Судислав были в союзе с киевским князем. Он начал мирные переговоры, чтобы выиграть время и разделить союзников, что и удалось ему относительно половецкого хана Катяна. Батюшка послал сказать Даниил Половчину. Расстрой эту войну, прими меня в любовь к себе. Катян отделился от союзников, опустошил Галецкую землю и ушел назад к себе в степи. Остальные союзники, не успевшие взять каменец, также отступили в свои владения. А между тем Даниил спешил в Польшу за помощью и, получивший ее, предпринял со своей стороны наступательное движение, пошел к Киеву. Но на дороге встретили его послы от Киевского и Черниговского князей и заключили мир. В следующем 1229 году успех ждал Даниила на другой стороне в Галиче. Когда он был в Угровске, то преданные ему галичане прислали сказать ему «Вступай скорее к нам, Судислав ушел в Панизье, а королевич один остался в Галиче». Даниил немедленно, с небольшой дружиной, пошел к этому городу, а Тысяцкого своего Демьяна послал на Судислава. На третьи сутки в ночь подошел Даниил к Галичу, где успел уже затвориться Судислав, ускользнувший от Дамьяна. Волынцам удалось только захватить его двор подле Галича, где они нашли много вина, овощей, корму всякого, копий, стрел. Даниил стоял против города, на другом берегу Днестра. Галичане и венгры выезжали и бились на льду. Но к вечеру лед поднялся, река наводнилась, и враждебный Даниилу боярин Симьюнко, которого летописец сравнивает с лисицую по красноте лица, зажег мост. В это время явился к Даниилу Дамьян со многими галичскими боярами, принявшими сторону сына Романова, у которого таким образом набралась многочисленная рать. Даниил очень обрадовался ей, жалел только, что мост зажжен и не почему перейти Днестр. Но когда поехал он посмотреть на место, то увидал, что конец моста погас и переправа возможна. Радость была большая. И на другой же день все войско перешло Днестр и обступило Галич с четырех сторон. Осажденные не могли держаться доли и сдали город. Причем королевич достался в плен Даниилу. Но тот вспомнил прежнюю любовь к себе отца его Андрея и отпустил его к последнему. Из бояр Галицких с королевичем пошел только один Судислав, в которого народ бросал камнями, крича «Вон из города, мятежник земский!». Но Судислав спешил отомстить народу новым мятежом. Приехавший в Венгрию, он не перестал твердить королю и королевичу. «Вступайте на Галич, возьмите землю русскую. Если же не пойдете, то они укрепятся на вас». Андрей послушался, собрал большое войско и объявил поход. «Не останется в Галиче камень на камне», — говорил он. «Никто уже теперь не избавит его от моей руки». Но как скоро вступил он в Карпаты, то полили сильные дожди, лошади тонули, люди едва могли спастись на высоких местах. Несмотря на то, король шел дальше и осадил Галич, для защиты которого Даниил оставил известного нам тысицкого Дамьяна. Этот воевода не испугался высокомерного вызова королевского и не сдал города. Андрею же нельзя было долей оставаться под Галичем, потому что в войсках его открылось страшная болезнь. Кожа падала у венгров с ног, как обувь. Король снял осаду. Галичане напали на отсталых и много перебили, и побрали в плен. Еще больше умерло на дороге от болезни. Даниил избавился от врагов внешних, но летописец опять начинает рассказ свой зловещими словами. Скажем, многие мятеж. Великие лести, бесчисленная рати. Бояре-галицкие, привыкшие к рамолам, находившие свою выгоду в беспорядке, возможности переходить от одного князя к другому не могли сносить спокойно установление наряда, утверждение сына Романова на столе отцовском. Они стали сноситься с давним врагом Романовича Александром Бельским, как бы убить Даниила и взять к себе в князья его Александра. Однажды заговорщики сидели вместе и советовались, как бы зажечь двор княжеский и таким образом погубить Даниила. И в это время брат его Василька выходит к ним и в шутку бросается с обнаженным мечом на одного слугу, вырывая щит у другого. Заговорщики испугались, думая, что Василька поступает так с намерением, открывший их замысел, и бросились бежать. Даниил с братом никак не могли догадаться, отчего побежали бояре, как один из оставшихся, Филипп стал звать к себе Даниила на пир. Даниил поехал, но на дороге нагнал его посол от Тысицкого Дамьяна. «Пир затеян злой», — сказал ему посол. «Филипп с Александром Бельским сговорились убить тебя». Даниил возвратился в Галич и послал сказать брату Васильку во Владимир, чтоб шел на Александра. Василька выгнал Александра в Перемышль, взял Бельс, а Сидельничева своего Ивана Михайловича послал захватить бояр, которых и взято было двадцать восемь человек. Но Даниил не хотел поступать по примеру отца и простил крамольников. Великодушие, однако, не помогло, а только еще усилило дерзость бояр. Один из этих безбожников, по выражению летописца, залил на перу князю лицо вином. Даниил стерпел и это оскорбление. Но он не хотел оставить без наказания Александра Бельского, который засел в Перемышле со своими галецкими соумышленниками. Из всей дружины у Даниила осталось только восемнадцать отроков, на которых можно было положиться. Он созвал их на вече вместе с Дамьяном Тысяцким и спросил, хотите ли оставаться мне верными и идти со мною на врагов моих? Те отвечали, верны мы Богу и тебе, господину нашему, ступая с Божью помощью. А соцкий Микула прибавил при этом, господин, не раздавивший пчел, меду не есть. Старый дядька Даниила, Мирослав, привел к нему на помощь еще немного отроков, и с такую-то небольшую дружиной Даниил выступил к Перемышлю. На дороге, впрочем, присоединились к нему и неверные бояре, показывая только вид верности. Александр, узнавший о приближении Даниила, бросил все свое имение и убежал в Венгрию, где вместе с Судиславом стал опять поднимать короля на Даниила. Король послушался. Из двумя сыновьями выступил к Ярославлю, где заперся воевода Даниилов Давыд Вышатич, который отбивался целый день от венгров и отбился. Но у Давыда была теща, большая приятельница Судиславу, который звал ее не иначе, как матерью. Она стала стращать зятя и успела напугать его. Тщетно товарищ его Василька Гаврилыч, муж крепкий и храбрый, уговаривал не сдаваться. Тщетно переметчик, приехавший из полков венгерских, говорил Давыду, что ослабленные венгры не в состоянии взять города. Давыд сдал Ярославль, только сам вышел цел со всем войском. Взявший Ярославль, король пошел к Галичу. А между тем отступление Даниила, боярина Клемяты, убежавшего с голых гор королю, послужило знаком к измене всех остальных бояр галицких. Отнявший Галичу Даниила, король перешел теперь в дедовскую волость его и осадил Владимир Волынский. Король Андрей, по словам летописца, удивлен был видом этого города, многочисленностью ратников, которых оружие и щиты блистали, как солнце. «Такого города не находил я и в немецких землях», — сказал он. И начальник в городе был надежный, старый дядька Даниилов Мирослав. «Бог знает, что с ним случилось», — говорит видописец. В старину он был храбр, а тут смутился умом и заключил мир с королем, без совета своими князьями, Даниилом и Васильком. Обязался уступить Бельс и Червень Александру. Сильно упрекали за это Романовича Мирослава. Зачем мирился, имея такое большое войско? Старик отпирался, что не уступал венграм Червени. Как бы то ни было, король достиг своей цели, посадил опять сына в Галиче и ушел было в Венгрию, но скоро опять сын его Андрей поднял рать на Даниила. С королевичем был Александр Бельский, Глеб Зеремеевич, князья Болховские и множество венгров. Соперники, королевич и Даниил, виделись на реке Велье, но не уладились. Из слов летописца видно, что виною этого была гордость Даниила, слишком понадеявшегося на свою силу. На другой день Даниил перешел реку Ушумска и дал кровопролитную битву венграм, причем воеводы уговаривали Романовичей воспользоваться выгодным положением на высоких горах, но Даниил отвечал словами писания «Медлей на брань страшливую душу и мать» и спустил полки свои вниз на неприятеля. Оба брата приняли деятельное участие в битве, подвергаясь страшной опасности. Но дружина Даниилова не отвечала храбрости своего князя и в конце дела обратилась в бегство. Впрочем, урон, претерпенный венграми, был так велик, что они не смели преследовать неприятеля и отступили в Галич. Даниил с успехом продолжал войну до конца года. Мирилом его успеха служит то, что заклятый враг Романовичей, Александр Бельский, перешел от королевича на их сторону, прислал сказать им «Не годится мне быть нигде, кроме вас», и братья приняли его с любовью. В следующем 1232 году королевич и Судислав выслали против Даниила воеводу Дианише. Даниил поехал в Киев, привел оттуда на помощь князя Владимира Рюриковича Изислава, которого считают обыкновенно Владимировичем, внуком Игоря Северского, Половцев, и выступил против венгров, которые после нерешительной битвы должны были возвратиться назад. Изислав в самом начале похода отступил от Даниила и вместо того, чтобы помогать ему, опустошил его же волость. Следующий 1233 год был счастлив для Даниила. Глеб Зеремеевич перешел на его сторону, после чего Даниил и Василько немедленно отправились к Галичу, где были встречены большую частью бояр.